Добрый день! Сегодня хочется поговорить, ну вообще тема тяжелая, внутренняя, интересная, но, как уже сказали организаторы, так в сжатой форме придется. Могу отдельно ответить на вопросы, если будут у кого-то, я в зале. Какая рентабельность считается нормальной? Частый вопрос, когда приезжаешь в сети, спрашивают, а какая же норма все-таки? А вот как там? А как там? Поговорим сегодня про долю. Эти показатели, наверное, у большинства в мотивации зашиты, особенно у директоров. Какая разница между управленческим и производственным учетом, для кого? Группа показателей, ну и планирование. Виды рентабельности. Скоро скажу, что в принципе рентабельность, наверное, самый важный показатель. У кого-то зашиты ебеда, у кого-то ЧП, чистая прибыль, как итоговый результат деятельности от собственника, оценка, руководителя. Но рентабельность считают все. Их существует три вида. Это три отдельные, разные показатели. И на самом деле их считают все три. И нужно считать все три. Рентабельность производства. Это общая оценка рентабельности, как сработало производство. Рентабельность самой продукции и рентабельность продаж. Рентабельность самой продукции, это считается на производстве. Рентабельность продаж, это коммерческий показатель, должен считать категорийный менеджер. У кого он есть? У кого он есть в составе коммерческого, отдела, у кого-то он в составе собственного производства. Это тоже такая больная тема, где он находится и как с ним взаимодействовать. Многие испытывают трудности при взаимодействии с разными схемами. Все производственники желают, чтобы категорийный был не в собственном производстве, а комиссанты хотят, чтобы он был в составе коммерческого отдела. Могу глубже, конечно, копнуть, почему в составе коммерческого отдела и кому-то копну, потому что у них разная мотивация и порой не удается договориться. Самое важное, не удается достичь цели, то увеличение этой рентабельности, потому что разные люди в разных отделах разные мотивации. Естественно, никогда ты не достигнешь поставленной цели в рентабельности производства, когда у них разная мотивация. Ну, формул я не буду, тут они понятны, это математика, это не мной придумано, так все считают, это, в общем-то, финансовый показатель, я так очень кратко и сжатая, в понятной форме, разделила и так дала определение такое более приземленное. Продукция, рентабельность продукции, прибыль, рубль, прибыль и себестоимости, доход отрилизается единицы, это продажи и прибыль на рубль затраченных средств. Это производство рентабельности. Факторы, которые влияют на рентабельность. Существуют внешние и внутренние. Внешние – это спрос на продукцию, конкуренция, а внутренние – это количество реализуемой продукции, качество, ассортимент, товарооборот и издержки. Это то, на что мы с вами влияем внутренне. Внешне за этим должен отслеживать категорийный менеджер, конечно. Как повысить рентабельность? Часто задаваемый вопрос. То, над чем должны работать в ритейле собственное производство, в первую очередь, это затраты. На что влияет конкретно директор производства? Это в первую очередь на затраты. Фуд, загруженность персонала, графики, пересматриваем. Квалификация, эффективная мотивация. Это на что? На то, что влияет сам директор производства. Техническая оснащенность. Не всегда автоматизация бывает разумной, потому что все затраты инвестиционные падают нам на статью амортизации. Она растет, уменьшаем рентабельность в итоге. Покупали кучу оборудования, которые потом стоят в углах, за ненадобностью, за неумением пользоваться, не внедрили, не оснастили. И как результат, это где-то увезли на склад, стоит мы платим ежемесячно амортизационное отчисление. Всевозможная централизация производства. Я не говорю о том, что надо бежать строить фабрику, это большие инвестиции бывают, но если есть большие какие-то цеха, нужно их задействовать, ночную смену и так далее. Но максимально централизовать хотя бы производство полуфабрикатов. Технологическая простота. Здесь тоже очень важный момент в технологической простоте. Как можно меньше времени тратить на производство продукции. Тоже тут понятно, если мы на торт или на пирожное, не знаю, что какие-то там прибамбации делаем очень долго-долго, замораживаем, вымораживаем, красим и опять складываем, то, естественно, время увеличивается. Себестоимость этого продукта растет. Контроль сырьевой матрицы. Здесь сокращение СКЮ. То есть матрица как можно должна быть короче. И ингредиенты используются не в одном салате или в одном пироженке, а она должна быть широко. Используется хотя бы в пяти, шести, десяти продуктах. Стоимость единицы – это контроль, конечно. Повышение производительности уже сказала и внедрение системы бережливого производства. Внедрять саму систему бережливого производства – это долгий процесс, и на него надо иметь ресурсы любого характера – административные, денежные и так далее. Но хотя бы элементы бережливого производства можно у себя внедрить и действительно приносит результат. Второй, естественно, пункт – работа над повышением доходов. Ну, здесь работа складывается не только производство. Это и маркетинг, операционная служба и коммерческая. Вот три отдела, с которым нужно взаимодействовать и сотрудничать, договариваться. Анализы планирования продаж коммерсанты, маркетинг, новые каналы реализации продукции, млайз-заказ, доставка, кафе, услуга «Ваш повар», я думаю, наверное, многие начали уже ее применять широко, тематические мастер-классы, ну и так далее. Наличие якорного ассортимента, тоже коллеги до меня говорили, не буду останавливаться на этом. Повышение качества продукции, это долгосрочное вложение. Ритмичность работы, эффективность ценовой политики и доступность продукции для потребителя. Тут тоже уже коллеги говорили, продукция должна быть всегда вовремя. Здесь разберу некий кейс, фактически маржинальный доход, когда смотришь отчеты разных отделов, коммерческого отдела, производственного отдела, складываются, вроде один показатель, смотрим рентабельность, но отчеты, к сожалению, бывают разные. Чтобы не получилось так, допустим, сель под шубой продали там 305 килограмм на сумму, 128 тысяч, себестоимость, как смотрит категорийный менеджер, по сырьевой себестоимости 65 тысяч, и у него все хорошо, маржинальный 48. На этом отчеты частенько заканчиваются. У категорийных менеджеров, когда смотришь финансовые отчеты или бухгалтерские отчеты, более вразворно, там добавляется еще полная себестоимость. Это наше электричество, вход, затраты, упаковки и так далее, и уже себестоимость не 65, а иногда бывает доход до 70% от стоимости, полной себестоимости. И рентабельность уже 13%. Вторая строка, это если мы накладываем акцию, категорийный планирует акционную активность. Это я так привела, пример, сеть под шубой, что угодно может быть. Продали много и по товаробороту вроде сделали, и частенько достигается маржинальность плановая по акционной активности, и на этом тоже все заканчивается. И говорят, что акция успешна, все мы продали много, продали хорошо, все замечательно, но в итоге, когда вы смотрите производственники, рентабельность по этой продукции, получаете минус. Это не прямо пропорционально полной себестоимости, потому что чем мы больше делаем, тем ниже себестоимость. Ну, по количеству, я имею в виду тоже математика. Руководитель СП работает, ну, тут обобщенное, конечно, это объем выпуска и реализации продукции. Самое главное, это качество продукции, снижает затраты. Получает снижение себестоимости, повышение отпусков, ну, как результат рост, прибыль рентабельности. При повышении качества идет повышение цены. Надо спрашивать, что это. Рентабельность самой продукции. Как влияет, кто считает экономист в каждом отделе производства, либо он относится к финансовому отделу, должен быть бухгалтер, но это не бухгалтер, а калькулятор. Калькулятор своим делом занимается, бухгалтер своим должен заниматься, каждый должен заниматься своим делом. Есть чем заняться, если они действительно этим заняты и погружены. Для кого? Для директора производства, в первую очередь, категорийного менеджера, для оценки необходимости выпуска этого продукта вообще на полке. Нужно ли его вообще производить? Факторы, влияющие на снижение и повышение продукции. Снижение закупочных цен на сырье и материалы, увеличение производительности, снижение потерь, увеличение объема выпуска, повышение качества. Снижает увеличение затрат, падение качества, низкая цена, ну и падение как результат спроса. Факторы, влияющие на рентабельность продаж, изменение структуры продаж, это уже работа категорийного менеджера, изменение уровня себестоимости реализованной продукции и изменение средних цен реализации, за которым тоже, кстати, очень нужно пристально следить. При изменении себестоимости, я думаю, что у каждого, наверное, есть какое-то погрешное значение процентов отклонения, плюсы в минус, которым мы не реагируем, но свыше этого категория уже должна отреагировать и в уровне сделать переоценку. Зачастую не бывает этой переоценки, и потом директор производства тоже, в общем-то, смотрит отчеты, в непонимании, что-то вдруг случилось такое. Вовремя просто не отреагировали на смену продажных цен. Какая рентабель считается нормой? Здесь тоже усредненные, конечно, средние по больнице, по стране, по форматам, потому что разные супермаркеты, про гипермаркет сейчас в меньшей степени это актуально, естественно, это супермаркеты, дискаунтеры, в которых тоже есть доля продаж готовой еды, и они не производят, но они ее продают. Рентабельность самого производства в сети, там, где есть производство, ну, понятно, отрицательный это убыток от 1 до 7, низкий показатель от 8 до 20, вот здесь такой большой разбег, потому что площади супермаркетов производства разные, у кого-то там только пекарня, у кого-то кулинария, у кого-то только мясо, понятно, что это средние такие цифры. 20-30 высокоэффективны, свыше 30 сверхприбыльно. Это для ритейла. К примеру, если взять ресторан, да, то у них свыше 70. Ну, то есть вот 70 считается нормально. Также часто задаваемый вопрос, какие схемы разделения маржей, как делить маржу, прибыль, с коммерсантами или собственным производством, считается ли это, она уходит в собственное производство, хотя коммерсанты операционной службы тоже продают. Существует там довальческая схема, так далее, точка безубыточность и коммерческая. Ну, при довальческой схеме здесь понятно, на это себестоимость, по себестоимости сырьевая, отгрузили, весь процент на оценке либо маржи падает в коммерцию, ну, либо отчетами это оценивается деятельность производства. Точка безубыточности должна быть рассчитана финотделом, и по точке безубыточности уже некие, не совсем полная себестоимость, ну, хотя бы упаковка, какие-то можно очевидные затраты, туда вчитаны уже, и это считается точкой безубыточности, типа не отгружает. Очень важно, где это юрлицо, это одно юрлицо или разное. Если это разное, то, конечно, это будет коммерческая схема применяться. Здесь включается, коммерческий отдел уже начинает рассматривать собственное производство как конкурента. То есть, если бы пришел Пупкин, Сидоров, Иванов с тем же винегретом, и вот начинаются торги. Мы у вас возьмем, мы у вас не возьмем, мы хотим там у Сидорова у него там подешевле, либо качество получше, или цена входная на винегрет, у них дешевле, у вас вот что-то сильно дорого, идите, что-либо делайте для снижения себестоимости. Доля. Тоже немаловажный вопрос. У многих тоже он в операционный показатель мотивации зашит. Тоже разделено на дискаунтеры, супермаркеты. Разбег большой, потому что площадь у супермаркетов у всех разная, опять же, производства разные. И гипермаркеты. Это в среднем. Ну, некоторые достигают у кого-то 50%. Все зависит еще от формата и от концепции. Если магазин изначально запланирован, как продажа там готовой еды, как вот Жизмар, да, выступали, у них 70% магазина отдано под продажу готовой еды. Ну, соответственно, и доля мы ожидаем, конечно, да, и площадь, и доля должна быть выше, нежели обычный среднестатистический супермаркет. Управленческий производственный учет. Разные тоже учеты. Бывает бухгалтерский, управленческий финансовый и производственный. Бухгалтерский учет показывает, какая была выручка производства, сколько было реализовано, и самое главное, что он показывает за период. Бухгалтерия показывает за требуемый период учет. Управленческий, в него входят бухгалтерский, на основе бухгалтерского ставится управленческий. Это больше для оценки ситуации и принятия управленческих решений. Производственный учет. Часть управленческую, я сказала, учет всех затрат, влияющих на фермомирование себестоимости, анализ соотношения выработки и сдержек, ну и позволяет принять решение. Пять основных проблем учета на производстве. Сырье, замена сырьевых позиций, корректность привязок товара сырья, коэффициенты пересчета, еще там много, это там основные, то, что связано с сырьем. Продукции, как считать, полуфабрикаты, планирование выпуска их, потери, неучтенный брак, передел, возвраты с витрин, хранение. Тоже много может быть основные. Технологические нарушения рецептур, некорректная работа оборудования, некорректная ТТК и автоматизация учета. Если куплена программа, допустим, ERP, часто сталкиваешься, программа есть, но она не доведена до ума под компанию, персонал не обучен, либо те обученные ушли, пришли новые, которые не знают, не умеют, как работать с программой. Конечно, очень важно купленные все программы учета довести до автомата, закрепить лиц, которые, в общем-то, знают хотя бы, как, где, какой отчет закрутить в этой программе и как, где, какие цифры добыть из этой программы. Зачастую это программы, брошенные на полпути, хотя возможностей у этих программ очень-очень много, либо некорректно считающие. То есть, вопрос там с НДС, без НДС. Одна табличка с НДС, другая без НДС. Коммерсанты считают с НДС, где-то в отчетах вдруг появляется цифра без НДС. Важных действий в производственном учете, обучение, регламент, снятие промежуточных инвентаризаций, контроль отпускной цены. Управленческий учет. Уже, в принципе, сказала, не буду останавливаться, так как время у нас там поджимает. Пять критичных ошибок управленческого учета. Начала говорить. Нерегламентирован график предоставления документа оборота управленческого отчета. Отсутствие внутреннего контроля за данными управленческого учета. Что это необходимо иметь контроль за данными управленческого учета. Насколько они корректны. Не утверждены перечень формы показателей. Не синхронизированы данные бухгалтерского управленческого учета. Нет методики формирования себестоимости выпуска продукции, ну, как следствие финансового результата. Все считают разными. Основные показатели производственного учета. Их много. Ну, выделяют в основном товароборот маржу, рентабельность. Рентабельность там, много разных рентабельностей, но рентабельность производства обязательно. Не буду тоже останавливаться. Каждая компания по-разному считает. Основные показатели управленческого учета. Ну, здесь тоже, в общем-то, тоже их может быть много. Ну, планирование тоже не буду. Бывает краскосрочное, среднесрочное. Все мы работаем, как правило, с краткосрочными. От месяца до года. Ну, и среднесрочное. Это там в планировании инвестиций, к примеру. Система планирования продаж. Не буду останавливаться. Это больше категоричеком. Упрощена схема производственного планирования. Тоже понятно, что надо сначала договориться о планах с производственниками, с коммерсантами их согласовать. Потом спускаются на производство и оттуда уже начинается планирование всех ресурсов. Ну, в общем-то, планирование должно быть. Не просто спускаться, да, там вам нужен такой-то товароборот. Он должен быть чем-то подкреплен. Ну, либо у людей собирать. Другими путями. Наоборот. Я так быстро. Да, я понимаю, что мы сейчас уже спешим. Я предлагаю сейчас потихонечку заканчивать. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok